Друзья, привет. Мы сейчас находимся в Египте, в Шармальчане, и я хочу взять маленькое интервью из очаровательного молодого человека. Я вижу у него на маленькой надпись деревка, меня это заинтересовало, но я хочу задать вопрос. Дорь, скажите сначала. Да, меня зовут Дмитрий, город Кременчук, Палутавская, область, Украина. Дима, скажи прямо по словам, как ты попал в Барри Хуэль? Какие многие мужья, попал я сюда, можно сказать, заочно. Супруга подписала меня на какую-то очередную акцию, на какой-то подарок. В это все я не верила, но, в принципе, не мешал, конечно, своей супруге, но и не помогал. Был наблюдать, смотрел со стороны, как это все строится, как у нее там строится бизнес. Начинала она свой бизнес, работая традиционным способом, через онлайн, приглашала подружек к нам домой, на чашку кофе, мастер-классы проводила, то есть это не очень много. Смотрел на это все со стороны, в принципе, на то время зарабатывал довольно-таки хорошую сумму денег, то есть на то время в Кременчуге тысячи долларов эта зарплата была очень высокая, то есть я такой доход получал. Моя супруга получала, конечно, гораздо меньше, она в прошлом не сестра реанимации, работала сутками, начал строить действия, вышла на доход директора, в принципе, тогда меня это заинтересовало, но попробовал себя пару раз в этом проекте, то есть в Арифлейм, понял, что это не мое. Как это понял? Попробовал, но я начал приглашать своих знакомых. Круг знакомых, но их не сильно был большой, почему? Потому что работал я на свободном заводе и по два часа без выходных. Круг общения это мой завод и все. Деньги большие, но давались небольшим трудом, то есть без выходных, семью я видел где-то два-три часа в день, и то так перед сном, и то спецназ, и все. То есть ничего хорошего там не было. Моя супруга, в принципе, находясь уже потом в декрете, получала такой же самый доход, как и я, так как она уже вышла на звание директора. Тут меня уже заинтересовало. Причем, когда ее доход увидел ее брат, он буквально за четыре месяца вышел на звание директора. А кто у нее брат? Сиди Саводорник. Это тот же самый Григорий Гремчук. Так уж вышло, что мои супруги два директора в первой линии, наши два директора, это я в качестве мужа и брата. Да, семейный бизнес. Причем, видно, что в этот бизнес пришли мужчины только именно на доход. Так что, если, дорогие дамы, вы думаете, что у вас что-то не то, вы говорите своим мужьям. Такие же мы и есть, мы приходим сюда на деньги, нам не интересует продукция, нас не интересует косметика, нас интересует доход, который можно зарабатывать, в принципе, на привычках людей. Каждая девушка любит хорошо выглядеть, каждый мужчина любит зарабатывать на большие деньги. Вот мы приходим на большие деньги. Вот только после того, когда она начала зарабатывать деньги, я начал уже в это все верить. А когда в Арифлэй пришел интернет, тут себя я уже и заказал. И буквально за шесть месяцев работы в интернет, я пришел на звание директора. Закрыл его, и сейчас получил премии, заработал путеволечку в Египет, и автоматически уже выполнил условия на Анталию. Так что мы уже отдыхаем вместе с укрой. Отлично. Хотел у тебя еще спецсети. Каким методом работаешь онлайн? Каким методом онлайн? Ну, в принципе, все инструменты, которые есть. То есть это важно, чтобы были такие инструменты, как YouTube-канал, чтобы люди могли вот так просматривать такие видеоролики и получать больше информации. Это все соцсети, которые у нас есть. Одноклассники, контакты, YouTube. А также это свой сайт. То есть человек, который выходит на уровень директора, до директора, он имеет, точнее, он должен иметь свой сайт, чтобы позиционировали, чтобы человек понимал, а другой человек, который заходит к нему на страничку, чтобы это было все серьезно. Чтобы это не был какой-то просто блог. Потому что блог это бесплатно, и понятно, что человек заходит, и такой крутой, ты зарабатываешь деньги, а что ты пользуешься всем бесплатным. Поэтому у нас свой сайт, этот сайт оплачиваем, он дорогостоящий, но каждому своему новичку даем даже на бесплатно, так как мы можем себе это позволить, и помогая другим, мы выходим все на больше и больше. Каким признанием по новичкам, ты хотел сказать, на людей, которые сомневаются? Да, сомнение... А у них нет приглашения в проект? Ну, пока еще как-то, знаете, сомнения есть, и сомнения будут, я могу сказать, что будет очень много испытаний, будет много проблем, которые будут истыкаться, и причем, на каждом уровне, они будут все сложнее и сложнее. Основное, что же могут пожелать, это терпение, причем, потому что только самые стойкие доходят до большого результата, и важно, немало важно, это понять ваши цели. То есть, очень многие, как-то это пропускают момент, но если у человека нету цели, у него нету плана, все, какие-то цели. То есть, поставьте цель, составьте план, сделайте пошаговые инструкции, вам будет проще, так как, если вы работаете хаотично, вы будете много делать действий, будут приходить люди, люди будут уходить, и будет какой-то момент разочарования, поэтому, навоситесь терпения, поставьте свою цель, выявите свою мотивацию, есть очень много тренингов, которые вам поможут, кстати, могу давать подсказку, входите в тренинг Тим Тосевича, установки цели, ответьте там на 10 вопросов, и поверьте, это поменяет вашу жизнь. Спасибо! Пожалуйста!